В выходные встретил старого знакомого. Разговор начался с традиционного сегодня вопроса. Ну шо? Эдик возвращается. Ты за кого? Передо мной стоял умнейший человек, которого знаю не первый год. Очень уважаемый и большой спец в своем ремесле. Ссориться не хотелось, потому чисто по-одесски ответил вопросом на вопрос. А может хватит Одессе знать всего три фамилии? Гуровец, Бадылан и Костусев. 20 лет город живет под прессом этих трех деятелей. Каждый из них в период избирательной кампании охмуряет горожан по-разному. Руслан Борисович вещал о стабильности, говорил о профессионализме своей команды и внезапно откровенничал на заседаниях городской думы, глядя яростно в глаза депутатам. Ну когда же вы уже все нажрётесь? Никогда захотелось ему ответить. Эдуард Иосич позиционировал себя этаким рыночником, подчёркивая, что в прошлом был беспартийным и простым кооператором. От этих признаний мелкому и среднему бизнесмену было скорее жарко, нежели холодно. Закрыв глаза, бедняга представлял, сколько же Эдику пригодилось взносить бюрократам. Если много, значит будет отбивать по-крупному. Отданное же надо вернуть. Алексей Алексеевич влюблён в себя. Его улыбчивая физиономия напоминала рекламу зубной пасты НС-1 отбеливающей. А если добавить к этому амбициозность, пристроив себе титул герцога, помните Буду Ришелье вторым, то равных ему в агитации и пропаганды среди этой троицы нет. Это вам не медальон Эдуарда Васильевича в ряду исторических фигур Морозли, Новосельского и Лонжерона вместе с Деволаном. Хотя последний, это я о проектировщике Одессе Деволане, явно ему нравился. Ибо как иначе расценивать настойчивость Гурвица в уничтожении исторического центра Южной Пальмиры? Сейчас местные средства массовой информации пестрят догадками. Пишут о создании депутатской группы для поддержки на выборах Эдуарда Васильевича. Мечтают заменить нынешнего исполняющего обязанности мэра на удобного. Надо же поменять ОРСБИРКОМ и укомплектовать комиссии своими людьми. Словом, обычная суета накануне выборов появились Кучук и Варахаев. Ну это понятно. В Киеве работы нет, там спешно освобождают места для героев революции. Следовательно, пора возвращаться домой. Нет, я не провидец, пытающий подменить древнюю Кассанду. Я просто уже не один год наблюдаю за этими ребятами, представляющими трех своих вождей. Ничего свежего от этих игроков не жду. Будут обещания. Кое-кому материальная помощь. Не всем, разумеется. Денег маловато. В стране намечается дефолт. Так что по пачке гречки и хорош. Все потом, после выборов. Запоют соловьи. Уже начали. Слышу рыдания. Курвиц наш рулевой. Хочу предупредить. На много не рассчитывайте. За поддержку получите пирожок с капустой. Лично из рук самого Эдуарда Осича. Это не сытно, но почетно. Так сам вождь когда-то говорил своей близкой соратнице в ответ на ее упреки в неблагодарность. Словом, все до скуки знакомо. Теперь у меня вопрос к адеситам. У нас как минимум около полумиллиона избирателей. Неужели из этого количества людей мы не можем отыскать профессионального дома управа в масштабах города, которым просто делал бы свою работу и главное любил Южную Пальмиру? Не верю. Знаю множество людей и в бизнес-структурах, и среди общественников, которые хорошо разбираются в экономике коммунального хозяйства и могут многое сделать для горожан. Давайте забудем о трех бойцах. Пусть отдыхают. И адеситы от них отдохнут. Навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова